И всем привет, ребят, с вами Страбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно режиму Джаггернаута. Продолжаем следить и освещать этот замечательный режим в нашей игре. У нас уже, получается, за недавнее время вышло целых два видеоролика, связанных с этим режимом. Ну и я сегодня в очередной раз зашел в нашу замечательную игру и зашел в этот режим. И поймал себя на мысли, что Джаггернаут с этой новой обновой стал не просто жесткий, крутой и нагибаторский, а он вернулся в то русло, в котором был примерно изначально, когда только и только создавался этот самый Джаггернаут. Вы помните ту самую замечательную жесткую оверку, которая была у этого корпуса, когда овердрайв копился за счет киллов? Так вот, на смену этого сейчас пришла легендарнейшая жесткая сводка. И когда я относительно недавно записывал видосы по Джаггеру, я хоть и выделял эту сводку, но не придавал столь серьезное значение ей. Сегодня же я могу сказать, что за счет этой сводки данное вооружение, которое есть либо в DM режиме Джаггернаута, либо в командном Джаггернауте, сама пушка Терминатор и корпус Джаггера, да, они являются очень и очень сильными. Это возможность лютейшего заработка и я для себя понимаю, что скорее всего это начало моего личного возвращения в этот режим. Помните, я говорил в том видеоролике, в котором обращал внимание на фарм и на заработок кри и говорил, что в этом режиме можно очень и очень круто зарабатывать кристаллы? Теперь я могу сказать, что помимо заработка у меня вновь вернулось желание играть в этот режим. Хотя в том видеоролике я говорил о том, что режим мне не интересен, хоть он жестко фармовый, но нету какого-то дополнительного удовольствия в нем и нету какого-то супер стимула играть в этом замечательном режиме. Сейчас вы видите на своих экранах катку, которой у меня была возможность переиграть Джаггера за счет двух простецких сводок. Обратил внимание и видел, как я слил этого Джаггера, да, то есть чуть-чуть наглости сделал противник и за эту наглость он уже получил две сводки и просто улетел на респ. Это то, чего раньше на этом вооружении сделать нельзя было. Нельзя было быстро поймать противника, нельзя было быстро уничтожить врагского Джаггера, нельзя было быстро уничтожить страйкера с восьмеркой, либо викинга с прожатым овердрайвом. Сейчас все это реализуемо. И это тот самый момент, когда я для себя лично понимаю, что это вооружение стало более скиллозависимым. И теперь очень многое зависит от вашей реализации. Понятное дело, что без последнего ДМ-режима, в котором я играл, ну, относительно немало, да, который был у нас на предыдущих выходных, он мне открыл глаза на это вооружение. Открыл глаза на Джаггернаута и показал то, какой он есть на самом деле. И ту катку, которую вы видите сейчас на своих экранах, это далеко не самая удачная катка. Сейчас в боях, в обычных, в командных, если вы грамотно играете, можно набивать и 100, и больше 100, и 150 килов на этом замечательном вооружении. И все это, в моем понимании, теперь стало смотреться намного, намного интереснее. Если вы скажете, что нельзя слить Джаггернаута и то, что он якобы бессмертный, я с этим на 100% не соглашусь. Но возможности его жизни и реализации стали намного, намного лучше. И в моем личном понимании, уникальность этого Джаггернаута должна быть именно такой, а не той, которой она была где-то месяц, может два назад. То есть, когда я заходил в режим, когда я брал Джаггернаута, и когда меня первая оверка викинга могла сразу же легко и просто уничтожить. И все, что нужно было сделать, это просто сделать быструю сводку. Я не знаю, кто это сделал, но этот человек одним простым движением, то есть не увеличив урон на пушке, не увеличив ХП на Джаггере, не ускорив овердрайв, а просто увеличив сводку, то есть функцию, которой можно пользоваться за счет игры на вооружении, сделал из обычной дефолтной комбины Джаггернаута, который мог контрить любой викинг, сделал то самое уникальное вооружение, которое сейчас уже с моей точки зрения очень сильно играбельно и интересно. С этого момента и с этого видеоролика я вам могу сказать, что я начал, помимо стримов и видосов, просто заходить в игру, чтобы покатать в этом режиме. Такого не было очень давно, чтобы я заходил в нашу игру и просто катал в режиме. Но это стало реально круто, это стало интересно. И это один из поводов, чтобы я просто взял и записал очередной видос по этому режиму. Я доволен тем, что Джаггер вернулся, то, что на нем можно теперь жестко фармить. И ни один режим не встанет близко с фармом в этом режиме. Понятное дело, что в комментариях появятся те ребята, которые начнут говорить, что мол, может жить только там донатный тип, там только донатер, только тот, кто прожимает свои овердрайвы, только тот, кто там супер-мега-качин, может жить на Джаггере, но это далеко не так. Главное, что нужно на этом вооружении, это понимание игры. Когда ты можешь запушить, когда ты можешь сагрессивировать, когда ты должен сыграть более саевого, более пассивно, отыграть от своего овердрайва и не наглеть. Самое главное, не наглеть. Это главный, по моему мнению, девиз в этом режиме. С которым, к слову, я в демке сражался, можно так сказать. То есть, иногда хочется делать как можно больше, больше, больше киллов, и ты забываешь о том, что тебя могут взять и слить. Поэтому твоя задача это занимать четкие позиции, контролировать свой овердрайв, понимать, когда ты можешь наносить урон на постоянке по противнику, когда ты должен просто засейвиться и сыграть аккуратно. ДМка помогла мне вернуть интерес к этому режиму, к этому вооружению и в общем и целом дать полноценный возврат в этот режим. Именно этим сегодня вместе с вами я хотел поделиться. хотел вам рассказать. И даже против Джаггера стало как-то интереснее играть. Вот это вот комбина, которую вы видите на своих экранах, Крусейдер Апулик, тоже очень круто работает. И я не знаю, я не знаю, как такое могло произойти, но реально какой-то жесткий стал режим. Реально жесткий. Если взять во внимание все режимы в нашей игре, за последнее время наверное ни один режим как та ДМка и как вообще Джаггер не приносил столько эмоций. Как и негативных, как и позитивных. да, то есть режим был реально интересный. Поэтому мой вам совет, если вы все еще не заинтересованы в Джаггернауте, не прочувствовали этот режим, попробуйте еще раз. Попробуйте, покатайте. возможно у вас появится что-то подобное, что появилось у меня и теперь у меня есть еще один режим, который я буду намного чаще катать и по возможности по красоте фармить. Пишите, что вы думаете по поводу Джаггернаута. Пишите, что вы думаете по поводу самого вооружения. Является ли оно тем самым хорошим, которого не было давно. Да и вообще, как вы относитесь к этому замечательному режиму. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, но и также не забывайте про розыгрыш по тегу. Мой личный тег создателя замечательного контента находится в настройках в аккаунте снизу. Можете его поставить тег тимпэ и участвовать в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Все есть в описании, можете прочитать и участвовать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.